Петергоф создавался по воле Петра I как памятник морским победам России над Швецией в Северной войне, которая длилась 21 год. Большой дворец – монументальное архитектурное сооружение Петергофа, апофеоз власти и роскоши, один из главных императорских дворцов, место официального представительства самодержца России. Парадная лестница – характерный для русского искусства интерьер середины XVIII века в стиле Елизаветинская барокко. Отделка лестницы необычайно эффектна. Здесь главным элементом убранства являются деревянные золоченые резьбы, в которую можно прочитать вензель Елизаветы Петровны под короной Российской империи, рассмотреть пухленьких амуров, растительный орнамент, гирлянды и венки. Работа была исполнена бригадой русских резчиков под руководством Шталмейера. Вся настенная живопись, поражавшая современников красочностью, была выполнена итальянским художником Перезинотти и его русскими помощниками. 20-метровую высоту парадной лестницы венчает плафон «Аллегория весны», исполненный в середине XVIII века итальянским художником Торсия. Танцевальный зал Большого Петерковского дворца «Апофеоз роскоши и власти» – свидетель культурных, политических и исторических событий в жизни Российской империи. Зал занимает всё западное крыло дворца и вытянут по оси с юга на север. Ощущения же бесконечности пространства зала создают плафон, как бы прорывающий плоскость потолка и раскрывающий пространство интерьера по вертикали, и ложные зеркальные окна, в которых отражаются естественный свет и виды, открывающиеся из противоположных настоящих окон. В танцевальном зале, получившем второе название «Купеческий», из-за обилия позолоты в летнее время устраивались дворцовые балы, маскарады, праздничные застолья, являвшиеся составной частью жизни императорского двора. Они неизменно производили сильное впечатление на европейских гостей, являлись ошеломляющим зрелищем мощи и величия России. Купеческий Некогда роскошный аванзал, оформленный в середине XVIII столетия Растрелли, приобрел современный вид 70-х годов XVIII века. Перестройка зала в стиле раннего классицизма руководил Фельдтен, стремившийся придать пространству уравновешенность, сдержанность и симметрию. Отделка зала была выполнена по заказу Екатерины II на тему прославления Победы России в войне с Турцией в 1768-1774 годах за выход к Черному и Средиземному морям и свободный проход через Босфор и Дарданеллы. Главным элементом отделки зала являются 12 картин работы немецкого живописца Хаккерта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тронный зал – один из наиболее парадных, репрезентативных интерьеров Большого дворца. Он поражает большими размерами, обилием света, льющегося из окон и играющего всеми цветами радуги на гранённых хрустальных подвесках люстр, украшающих Тронный зал со времён царствования Екатерины II. Идейным композиционным центром Тронного зала является Восточная стена с тронным креслом русской работы начала XVIII века, по преданию, выполненным для Петра Великого. В методичной разработке про Тронное кресло такая информация. Тронное кресло происходит из исторической коллекции Большого дворца в Орненбауме резиденции Меньшикова, ближайшего с подвижника Петра I. В Тронном зале на протяжении XVIII – начала XX века помимо официальных торжественных приёмов проходили балы, концерты, парадные обеды, во время которых зажигались великолепные хрустальные люстры, появившиеся здесь по проекту Фельтона в екатеринские времена. Фельтона в екатеринские времена Фельтона в екатеринские времена Создавая впечатление ослепительной роскоши. Аудиент-зал, парадная лестница и танцевальный зал – яркие образцы творчества Растрелли, непревзойдённого мастера Елизаветинского барокко. В дни приёмов зал превращался в гостиную, где играла музыка. Гости угощались сладостями, играли в карты. По периметру зала вдоль стен стоят ломберные картонные столики работы венских и немецких мастеров середины XVIII века. В интерьеры зала и сегодня гармонично вписываются небольшие фигуры и группы, созданные на Мейсинской парфоровой мануфактуре по моделям известного модельмейстера Кендлера. Мейсинской парфоровой мануфактуре по моделям известного модельмейстера Кендлера. Белая столовая – это просторная, светлая, решённая в традициях раннего классицизма комната, поражает изящество мотивов изысканного лепного декора. Логической ясностью архитектурного оформления и мягкостью цветовых оттенков, среди которых ведущая роль принадлежит белому цвету. Оформление белой столовой чрезвычайно просто. Плоский белый потолок отделён от стен сильно развитым карнизом. Стены разделены на отдельные панно, подчёркнутые по краям фисташковым цветом и украшенные лепниной. Лепные барельефы, исполненные скульптором Бернаскони, отличаются продуманной чёткостью построения. На столе представлен великолепный фаянсовый сервиз императрицы Екатерины II на 24 персоны, который был изготовлен в Англии на заводе Этрурия. Выдающимся английским керамистом Веджвудом. Появление во дворце двух кабинетов, оформленных в стиле европейская китайщина, по проекту архитектора Вален Деламота в конце 60-х годов XVIII века, дань увлечения экзотическим восточным искусством в Европе и России на протяжении всего столетия. В горках на столах бюро китайских кабинетов представлены заморские диковинки с фарфорой и керамики, изделия, украшенные эмалью, лаковые кабинеты, шкатулки. Здесь находится и мебель из палисандра с мраморными вставками, инкрустированная перламутром. Музыка 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 Картинный зал Один из старейших интерьеров. Он был центральным и самым большим в Нагорных палатах Петра I, который здесь принимал гостей. 368 портретов, написанные одним художником, придворным живописцем Пьетро Ротари, являются подлинным украшением зала. Автопортрет Ротари представлен на Мольберте. Также экспозицию картинного зала дополняют изящные фигурки из фарфора в стиле рококо, выполненные по моделям знаменитого мастера мейсенской мануфактуры Кендлера. Музыка 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 Куропаточная гостиная сохраняет элементы отделки, выполненные архитекторами Растрелия и Фельтоном. Музыка Главным архитектурным акцентом Куропаточной гостиной является плавно изогнутая перегородка с альковной нишей двумя дверями по сторонам, ниша по французской моде изящный резной вызолоченный диванчик, приглашающий к милым светским беседам. Музыка 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 что и в куропаточной гостиной. Настоящими шедеврами резного искусства являются помещенные в проемы над дверями фигурки Путти, играющие гирляндами из цветов. Изысканность отделки интерьера подчеркивает и орнаментальная роспись потолка, исполненная талантливыми русскими мастерами Иваном и Алексеем Бельскими. Ниша опочивальни предназначалась для кровати, затем в комнате у западной стены появился необычный турецкий диван. По легенде, привезенный с Театра русско-турецкой войны фаворитом Екатерины II Григорием Потемкиным. Значительное место в убрасте туалетной занимает тканый шелк, выполненный на русской мануфактуре братьев Сапожникову в XIX веке по образцам XVIII столетия. Убранство кабинета воспроизведено на период царствования Екатерины II времени становления искусства классицизма. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Кавалерская комната носила служебный характер. Здесь во времена Екатерины II находился караул хвалергардов, несших охрану ее личных покоев. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Малая проходная оформлена шелком светлых оттенков с изысканным цветочным орнаментом. Ткань подлинная, изготовлена в середине XIX столетия на мануфактуре Сапожниковых, специально для Петергофа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Большая голубая гостиная. Интерьер гостиной был оформлен в середине XVIII века в царственнии Елизаветы Петровны по проекту архитектора Растрелли. На падуге зала в центре на картушках, обрамленных воинскими атрибутами, живописец Дорицкий в золотых тонах изобразил вензель императрицы. Остальное пространство заполнено орнаментальной росписью из роколей, букетов, цветов, развернутых раковин, гирлянд. Голубая гостиная, хотя чаще всего она использовалась как столовая императорского семейства, особенно в царстве Николая I по его заказу, в 1848 году был создан банкетный сервиз на 250 персон, который насчитывал 5570 разнообразных предметов. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok